Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем. Совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоём канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Другие альтернативы». Данная передача подготовлена не профессиональными журналистами, а членами молодёжных редакций двух местных телеканалов – БАС-ТВ города Басаровяска и АТВ города Камрад. Меня зовут Алина Топал. Тема сегодняшней передачи – «Что значит быть волонтёром?» И не случайно. С 1 по 7 октября в Молдове пройдёт национальная неделя волонтёрства. Передача будет в формате телемоста. Я хочу поприветствовать свою коллегу из Камрада. Лена, здравствуй! Здравствуйте, Алина! Вас приветствует Камрадская студия телекомпании АТВ. Мы рады поприветствовать вас, наших дорогих телезрителей. И надеемся, что тему, которую мы сегодня обсудим, будет интересна и полезна нашим телезрителям и молодым волонтёрам. Передаем вам слово. Давайте для начала разберёмся в том, что же такое волонтёрство. По сути, волонтёрство – это деятельность, совершаемая добровольно, на благо общества или отдельных социальных групп, без расчёта на вознаграждение. А чтобы нам всем было понятнее, в чём заключается смысл этой деятельности, давайте посмотрим небольшой видеоролик, который я нашла в интернете. В мире проживает 7 миллиардов людей. 600 миллионов из них – это добровольцы. Добровольцы работают 30 миллиардов часов ежегодно. Стоит задуматься о том, как эта работа влияет на нашу жизнь. Добровольцы ежедневно выражают инициативы, ведут за собой, проявляют заботу, защищают права, сохраняют окружающую среду. Они отдают своё время, свою энергию, свои знания. Добровольцы готовы к реализации социальных инициатив, добровольной помощи, профессиональному росту, передаче опыта, трансляции практик и знаний, социальному предпринимательству, гражданской ответственности. Добровольчество – важнейший ресурс современного гражданского общества. И для начала хочу представить гостей нашей студии АТВ. Надежда Пеева, активист молодёжной группы «Межэтническая солидарность» и Ливия Мустяца, координатор волонтёрской неправительственной организации «Мирос Молдона». Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем приступить к дискуссии, предлагаю телезрителям и нашим гостям посмотреть сюжет подготовленной телекомпании АТВ. В последнее время в мире возросла значимость такого явления, как волонтёрство. Об этом феномене в Гагаузии стали говорить не так уж давно. В автономии много волонтёров, которые активно принимают участие в мероприятиях, в социально значимых проектах и безвозмездно стараются улучшить нашу жизнь. Как им это удаётся, рассказывают студенты Камрадского педагогического колледжа имени Михаила Чекира. Прошлой весной 2018 года было предложение собрать волонтёров и в лице имени Гайдаржи организовать день для людей с ограниченными возможностями. И я и ещё пару моих друзей откликнулись на это мероприятие. Было очень здорово видеть счастливых детей, их лица. И то, что у нас в Гагаузии и у нас в Камрате проводятся такие мероприятия. Первые шаги я начал делать в центре города Камрад. Там уже нас к этому постепенно готовили, нас учили, как правильно взаимодействовать с людьми, как правильно себя вести в обществе. Как отмечают молодые люди, волонтёрами становятся не из финансовых побуждений, а ради помощи другим и приобретения бесценного жизненного опыта. Спасибо, мне очень приятно, очень рада, что они не забывали. Спасибо, дай Бог здоровья вам тоже. Я живу одна. Насколько активна молодёжь у нас в регионе? Мы поинтересовались у вице-председателя организации Гагаузской молодёжи Андрея Щевель. Мы проводим различного рода акции в самых разных направлениях. Это и благотворительные, это и экологические, это и досуговые акции. Мы стараемся научить молодёжь наших членов организации, мы их не называем волонтёрами, но в принципе к этому близко, то, что жить надо не только для... Европейские волонтёры начали приезжать по проектам сюда, в Гагаузию. Они сначала приезжали через Кишинёв, и потом этот сектор здесь, в Гагаузии, был абсолютно неразвит. И ребята, европейцы, своим примером, свои работы, которые они здесь проводили, здесь на месте, они мотивировали местных ребят становиться волонтёрами, помогать в реализации их проектов. А потом молодёжь нашей Гагаузии настолько заинтересовалась тем, что делают ребята здесь на месте в организации. В Камраде, в Кирсово мы делали проекты, в Чедерлунге мы делали проекты, в Кангазе у нас тоже был проект, что они сами захотели стать волонтёрами. «Жить надо не только для себя, но и для других». Очень интересная фраза. Как Вы считаете, насколько важна работа волонтёра, насколько важно помогать людям, детям, людям с ограниченными возможностями, детям, насколько важна волонтёрская деятельность? Как и в лице, все начинается с себя. И мне кажется, что это очень важно, помогать обществу, помогать людям. И как Мэля сказала, что, если ты помогаешь, ты тоже тебе будешь помогать. И, не знаю, для меня лично, когда я кому-то помогаю, ну, я получаю удовольствие. И это, можно сказать, что ты себе делаешь хорошо. Делаешь другим? Да, 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 и одновременно, и себе. Насколько развита волонтёрская деятельность у нас в Гагалузии? Вот Ольга Чюк рассказывала, что волонтёрство у нас начиналось с того, что приезжали европейская молодёжь, помогала людям, и наша молодёжь это видела, и им стало интересно, и они тоже, вот, начали способствовать деятельности, волонтёрской деятельности у нас в Гагалузии. Вы, как представитель Мира Смолдова, расскажите о вашей организации, какую помощь вы оказываете. Наша организация работает с иностранными волонтёрами. На данный момент у нас в организации 4 волонтёра работают с Гагалузии, и они с разных стран Европы, как Испания, Франция, Германия, Австрия. Ребята очень активные и очень много нам помогают со своими проектами. У нас в организации 2 проекта действуют. Первый называется «Репортер в Гагалузии». Ну, волонтёры снимают репортажи про Гагалузию, про культуру. Они как-то пропагандируют, можно сказать, Гагалузию. И второй проект – это работа с инвалидами. Я думаю, что... Очень важная работа. Да, очень важная работа, да. Они нуждаются в эту помощь. И, конечно, наши волонтёры очень сильно помогают. Каким они... Даже один из наших волонтёров, он даже специалист. Да, он работал с инвалидами во Франции. И сейчас... Работает здесь в Гагалузии. Волонтёры наши местные или 4 волонтёра у вас европейские? Молодёжь. Или наши в Гагалузии ребята? Нет. Наши волонтёры иностранцы. Они из Германии, из Франции, как я сказала, с Австрии, из Германии приезжают к нам. А как вы привлекаете волонтёров местных к вам? Ваша организация? Есть... Занимаетесь? У нас есть процедура. Мы как бы подаём заявку. И они... К нам поступает очень много желающих, но мы выбираем очень тщательно их. По каким критерям их выбираем? Ну, мы смотрим разумея, если они, как бы, занимаются этим в своих странах. И ещё и мотивационные письма для нас важны. И опять мы ещё и проводим скайп-митинг с ними. И мы вот таким образом выбираем наши волонтёры. Ваши европейские волонтёры обучаются русскому языку? Да. То есть у вас специально? Или вы на английском языке общаетесь? В общем, мы общаемся на английском. Но они изучают и русский. Спасибо. Репортажи. Говорилось о грантах. Вот ваша организация. Наверняка вы работаете с Европейским Союзом. Какие гранты вы уже получили? Какие-то проекты реализованы? Есть ли у вас? Вообще, какую помощь оказывают в Европейский Союз? Мы работаем с Пайрасмусу. Так что мы получаем финансирование для волонтёров. И, конечно же, иногда наши проекты, маленькие такие проекты, А так обычно мы получаем помощь от Европейского Союза только волонтёров. А как насчет помощи местных властей? Оказывается ли такая помощь? Ну, как сказать, мы поздравляем работать с Европейским Союзом. Но мы ещё и поддерживаем связь со школами, с разными организациями. Да, в Грузии. Спасибо. Ливия, а вот как вы стимулируете ваших волонтёров? Почему они приезжают к Грузии, почему они помогают? Как мы знаем, европейцы, они очень заинтересованы. Видеть вот такие страны, как Молбова, Украина. И им интересно, как здесь, как мы живём. Они, как правило, они очень активные. Они намного активнее, чем мы. И мы особо как бы не таких... Они просто сами по себе активнее. Я думаю, у нас много чему есть поучиться у европейской молодёжи. Ещё много работы в этой области. Если можно ещё раз, Ливия, вот расскажите, из каких стран это говорит про волонтёров в вашей области? Конечно же, у нас есть иностранные волонтёры. Это у нас есть, ну, в прошлом году, поскольку я знаю, были и пискорб волонтёры. Ещё у нас в организации, как я сказала, с Франции, с Германии, с Австрией у нас, и с Испанией. И они активны. Они очень активны. Мы очень довольны. В начале нашей дискуссии говорилось о том, что с 1 по 7 октября по всей Республике Мордома пройдёт национальная неделя волонтёрства. Национальная неделя волонтёрства у нас также пройдёт и в КГУЗИ. Какие мероприятия предусматриваются, планируются? Будете ли вы принимать участие в этой неделе? Конечно же, участвуем в эту неделю. У нас также будет проводиться информационная кампания в школах города Камрата. Мы будем обсуждать, как привлекать наших местных волонтёров, потому что нам в организации нужны местные волонтёры вместе с нашими иностранными волонтёрами. Они будут помогать. Планируется проведение масштабных мероприятий, да? Да. У многих МВУ наверняка будут принимать участие. Да. То есть все, наверное, в блогах будут, так? Кто пожелает, да? Кто желает, тот принимает участие. В начале 2018 года говорилось о том, что запустят интернет-портал с информацией о всех неправительственных организациях и автономии из базы данных волонтёрства. Вот действует ли этот сайт, владеет ли этой информацией? И вообще, Ваше мнение в важном времени будет создание этого сайта у нас? Как вы считаете? Лилия? Я считаю, что это очень важно, потому что люди должны быть информированы об этом. Люди должны знать о волонтёрстве, должны быть активными. И если, как говорится, те люди, которые не информированы, они слабы. Вот информация – это сила, я так считаю. Так что это будет очень полезная вещь. Вот с какого возраста можно стать волонтёром? Расскажите нашим телезрителям, если у них вдруг загорелось сейчас желание стать волонтёром. А с какого возраста? Есть какие-то ограничения или нет? Лилия, Ваш комментарий, хотите что-то добавить? Ну, тоже считаю, что нет ограничений. Я знаю, один интересный случай. Где-то давно в Кагуле был один волонтёр, но у женщины волонтёрка скорб, ей было 70. Так что, думаю, нет ограничений. А какими качествами должен обладать волонтёр? Волонтёр должен быть, во-первых, активным и заинтересованным. Это самое главное качество, которое должен обладать волонтёр. Вот обучают волонтёров, знаю, английскому языку. Необходимо ли это для того, чтобы быть волонтёром, знание языка английского? Это должно быть обязательно? Или это с процессией нужно? Или обучают здесь какие-то тренинги, курсы? У нас в прошлом году был волонтёр, девочка из Франции. Она не знала английский. Вообще не знала. Но когда она приехала, постепенно она начала учить английский. Это, конечно же, приветствуется. Но можно и учить. Олега, вы работали в качестве ланцов? Да, я работала, да, есть опыт. У меня первая специальность – это социальный работник, ассистент, вернее. И когда вот училась в колледже, я была волонтёром в разных центрах для детей, ну как, для слабых детей или для нуждающих. Что я знакома. Спасибо. Как волонтёрство меняет мир человеком? Как Вы считаете, и как Вы видите развитие волонтёрства у нас в регионе? Как меняет волонтёрство мир? Конечно же, к лучшему. Объединяет нас быть добрее, лучше, быть активными, быть, ну развиваться, быть заинтересованным. И как у нас в Молдове это развито, мне кажется, что у нас, у нас, у нас есть, у нас есть ещё. Но, но я очень оптимистично. Так что, желаю, чтобы всем, чтобы это было как, как что-то должное. Мы, если, потому что… Какой-то у тебя дом перед обществом, да, перед людьми. Да. Работать во благо общества – это очень хороший момент. Мы постарались в нашей передаче обсудить разные аспекты темы волонтёрства. Хочется, конечно, чтобы больше молодёжь принимала, молодёжь Гагалузии и Молдова принимала участие в различных мероприятиях, помогала обществу, помогала людям. Я поблагодарю наших участников за интересную беседу. Напомним, что у нас в студии АТВ сегодня были Надежда Пеева, активист молодёжной платформы межэтнической солидарности, и Эльвия Муспиация – координатор молодёжной неправительственной организации «Мира с Молдовым». До новых встреч! Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем. Совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоём канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. «Альтернативы» Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...